Вот смотрите, забор мы закончили, вот так он выглядит, покраска, и вот как его покрасит этот забор, я вам покажу мастер-класс. Вот такой забор красится очень просто, быстро, самое интересное, вот это, видите, вот эта краска, это черепицы красятся, это нормальная краска, которая на крыше может стоять там, ну не знаю, 20 лет краски стоят, правда мне самому удивительно, как они стоят 20 лет, но вот эта зеленая краска, да не просто зеленая, это на заводе в Николаеве есть такой завод черепичный, и красят вот той зеленой краской черепицу, ну хотя вот эта коричневая краска тоже очень стойкая, она же даже дороже, чем ту, которую Николаев красит черепицу. Вот, короче, такая вот покраска, это бетонный забор, я не знаю, как его показать, что он бетонный забор, может я выгляну на эту сторону и покажу что-то, но обыкновенный фирменный забор, о, получается, смотрите, получается, вот, вот такой забор, видите, плитами, только лицом он сделан внутрь, вот так вот. И будет мастер-класс, как вот такое покрасить, ну это не сложно, там 3-4 краски, ну там будет все пооперационно, мы учимся все-таки делать мастер-классы, которые, ну как бы реальные, понятные, нам тоже надо опыт, как научиться, я же не бондарчук нафиг, я, наверное, рожденный, как его настройки, поэтому этот Станиславский мне не учил рассказывать мастер-классы. Ну вот мы стараемся, и то, что вам нам подсказываете, мы пытаемся вам показать уже более правильно. Вот покраска забора, все спрашивают, как покрасить забор под дерево. Ну вот смотрите, началась покраска, что делает Толик? Этот Толик, это зять мой, он берет, грунтует забор. Забор, это отливается с бетона, есть специальные технологии, формы. Вот я показываю, что он пистолетом, есть шланг, по которому идет воздух, он дует в пистолет и выдувает краску. Представляете, какая сложная процедура. Это не кисточку, а воздухом. Воздух, посмотрите, пистолет, он показывает его, ну я шучу, конечно, вот сейчас я покажу, а где ты берешь воздух? Вот берем воздух с этого компрессора. Это слабенький компрессор, ну конечно, надо помощнее компрессор. Вот забор, который надо покрасить, здесь 70 квадратных метров. И вот, как бы, я иду по забору, хочу показать объем работы. То есть, вот так он задулся, и теперь он уже погрунтован и стоит, ждет покраску. Видите, такие заборы отливаются в форму специально, там будем цеха. А это уже у нас идет покраска туалета. И вот видите, и ковка, и камень, что вот краски такие яркие, сочные. Вон есть чуть-чуть дерево покрашенное. Вот мы что-то будем в таком стиле красить. То есть, дом покрашенный, тоже немножечко для кругозора показываю. А это вот такой бетонный забор. Ну, хозяин дом покрасит, он думает, ну, давай и забор покрасим. Ну, говорю, давай покрасим. А вот теперь краска. Видите, краска, на ней портрет моей старшей дочери. Дочь моя очень опытный художник, он и живописью занимается. И мы этой краской красим уже, ну, не знаю, там название, даже не все, вот такой цвет краски. Это старшая дочка, мы ее красим уже там, ну, с 14 лет. И мы 20 лет красим этими красками. То есть, очень проверенные краски. На ней, будем говорить, фотография моей дочери. То есть, это о чем-то говорит, это бренд уже. И она 20 лет стоит краска без перекраски. И вот мы показали вам цвет, первый цвет. И просто его надо тупо задуть. Вот такой цвет. Название я его не знаю. Ну, для меня это коричневый, светло-коричневый. Нам просто там, они написаны, примула какая-то. Ну, это мне ничего не говорит, я даже не запоминаю. Просто в этой фирме есть такой прайс. Или как ее правильно сказать? Ну, короче, бумажка, на которой куча цветов. И ты можешь заказать ту тональность, которую ты можешь выбрать. То есть, Лена у нас специалист, профессор. Мы сказали, Лена, нам надо покрасить доску. Она сказала, вот такую марку, то есть, такой цвет. Первый дуем, второй там. Ну, короче, по порядку мы покажем, какие цвета мы берем. Вот в данном случае Толик берет и основной объем выкрашивает вот этого, ну, этой тональности. Это такая, давайте назовем светло-коричневая краска. Хотя у нее есть номер, есть. И есть название. Ну, название, оно свое специфическое, она не несет там какой-то определенной информации. Это вот, давайте назовем, зеленая краска. Вот, эту краску она показывает моя младшая дочка. Ну, вот видите, название, не знаю, прочитаем мы его или нет. Смотрите. Олива. О, Олива. Видите, Олива 2 там. Вот, ну, как, 4-2. То есть, каждый, вот, допустим, так, цвета имеют нумерацию какую-то. Они нумерацию имеют на фирме. Ну, для меня это сложно. Ну, как бы я не заморачиваюсь. Мое дело рассказать. Есть у меня профессора, которые знают, тут надо Оливу. Олива, это такая, ну, давайте, зеленая там краска, которую мы покрасим вот вверх. Вверх это забора. Вверх это забора, ну, типа черепица. А вот видите, вот Толик уже берет, дует эту зеленую краску. И она получается, как темно-зеленая черепица. Самое интересное, что вот этой краской, Оливой, красит настоящую черепицу. В Николаеве есть такой завод, который, ну, выпускает эту, как песчано-цементную черепицу. Вот видите, как я красиво сказал. И красит этой вот зеленой краской. И вот эта краска стоит на крышах. Представляете, это ультрафиолет, солнце, мороз. И она стоит. И самое интересное, что, ну, черепицу там несколько видов краски. Коричневые, там, в смысле, будем говорить, такие оранжевые, то есть, ну, и зеленая есть. Но так как здесь профнастил зеленый, то и мы взяли вот эту краску зеленую. А это уже получается вот такая, ну, давайте назовем ее бежевая краска. Вот видите, вот такая бежевая. И вот этой бежевой краской мы идем пропись, ну, пропись забора. Мы сейчас посмотрим, что же будет. Это уже, наверное, дочка будет прописывать. Она, наверное, будет прописывать или черепицу, или что она будет прописывать, мы увидим. Наверное, черепицу прописывать. Видите, угадал, наверное. вот она берет и этой краской как она поперек будем красить набивает краешки потому что она рифленая и кисточка будет проскакивать ну и надо смотреть чтобы не было много краски, потому что видите сразу она взяла краску и немножко забила цветом, а вот вверх уже кисточка не такая грязная и она красивше бьет, ну так я думаю видите ну это надо ее на чем-то как бы на палитре немножко, ну там Ксюха закрашивает или это Толик может Толик вот он не вижу чья рука, но может Толик махает и он высокий, наверное Толик, потому что у меня же дочка младшая, она будет все раскрашивать, или она в данном случае снимает кино, ну сейчас увидим по рукам не определяется кто махает кистью, вот смотрите когда кисточка стала уже выкрашенная она гораздо красивше цвет а там немножко как бы забитая она, вот видите когда она проскочила то зеленая это не за краски а верхальные прописывают бежим ну так для меня проще назвать ее бежим хотя у нее есть нумерация и определенная краска а эта смотрите желтая, давайте назовем желтой краской хотя у этой желтой краски есть там 10 или 15 видов тональности и она имеет свои номера и можно выбрать любую тональность там и теперь глядите вот этой желтой краской Ксюнька будет прописывать забор видите, а забор, ей не получается поперек ее расписывать и надо очень-очень осторожно ее тянуть потому что, ну как бы потому что по вот этим линиям можно забить и глубину но вот таким она желтым цветом дает, ну как бы полутон я много часто повторяю, что я пытаюсь когда я крашу, грубо говоря, стараюсь применить 3 цвета 3-4 цвета тогда покраска будет интересная ну вот смотрите, есть у нас ну какая-то коричневый цвет потом шоколадом продули, видите, пятнышко и желтый дали полутон и будет еще четвертый цвет, которому завяжется краска а наверху два цвета получилось ну вот художник выбрал вот такую покраску и смотрите еще у меня есть взгляд свой на покраску забора я не пытаюсь сделать это натуральным я считаю это просто декорация декор то есть декор должен быть сочный, яркий цветной, там, ну фантазийный ну я, у меня такой стиль такой взгляд я не претендую, что видите, опять, очень сложно этот забор красить в длину вдоль лучше бы его красить поперек ну видите, такая бетонная плита как бы ты кистью не залезешь туда получается украсить в длину а в длину мы как бы красим по ну по волокнам и вот смотрите, видите, что получается что желтый цвет, коричневый, бежевый и вот этот последний вот как бы бежевый цвет, он завязывает все три цвета и получается вот такой, ну как назовем как бы на палитре соединение трех цветов и, допустим, бежевый на коричневом один полутон дает на желтом другой а на свет на коричневом третий вот смотрите, он такой, как бы немножечко там с гнильцой ну, видать, что-то на камеру свет еще падает против солнца ну, вот тут, короче, такой забор получается самое интересное, что будем говорить вот она еще взяла беленький цвет она еще, смотрите, что она решит а, видите, что она взяла белый цвет и третий цвет подбила уголочки на, будем говорить на верхнем заборе на верхушке заборе будем говорить, на зеленой черепице ну, вот смотрите здесь еще есть такая тонкая грань что есть цвета, которые сочетаются которые не сочетаются зеленый и белый цвет не сочетаются а желтый и коричневый и бежевый сочетаются а бежевый и белый сочетаются то здесь вот ну, зеленый ну, вот белый цвет теперь сочетается с низом забор то здесь есть такие хитрости, нюансы которые, ну, как бы, надо понимать и вы еще должны знать что белый цвет не стойкий то есть вот даже яркая покраска белого она а это вот я специально, как бы, второй раз запустил фильм в начале, который стоял обзорный вот это просто забор постоянно ну, давайте, допустим, там неделю ну, может, 10 дней ну, неделю и вот, смотрите, белый цвет немножко ушел он был яркий и вот уже, как бы, забор, он нету такой яркости вот зеленый цвет я показываю такая, ну, короче, вот забор, который постоял там неделю 10 дней а если он простоит там месяц-два ну, вот эти яркие цвета останутся а там вот эти, ну, ярко-белые то есть оно все равно, ну, как бы, притышуется пыль, грязь будет и он не будет такой, как веселые картинки ну, в принципе, они считают, что веселые картинки это, ну, плохо ну, некоторые хотят там натуры, натурального ну, это ихний выбор ну, как красят мастерская колесника ну, проповедует немножко другое понимание там, допустим, я хочу сказочное, фэнтезийное хорошее настроение я не пытаюсь декор делать поднатуральное не вижу в этом смысла то есть, ну, декор и в Африке декор а это, смотрите, я вам показываю, видите, как с другой стороны ну, вы вначале видели этот фильм вот такой у тебя бетон вот так он выглядит и такая ситуация вот так он выглядит так он выглядит вот так он и с этой стороны в instincts в этом этом seatingте который мы предлагаем старую